Не прислайки кофами, в Йордане, прещающейся тебе Господи. Блаковцы сегодня могли не окунаться в прорубь. Для их комфорта клирик Свято-Троицкого храма Александр Бабич осветил фильтровальную муку Блакова водоканал. Подобного в Блакове не было уже несколько лет, однако сотрудники водоканала решили возродить былую традицию. Люди могут там и заболеть, и кто-то упал, то есть техники безопасности стали предъявлять большие требования, поэтому поступило предложение, что не каждый человек, кто-то болеет, у кого-то возможности нет, у кого-то другие какие-то обстоятельства, поэтому было предложение пригласить священника непосредственно на фильтровальную станцию, где происходит водоподготовка. После этого обряда освещения у каждого в доме, в кране, может искупаться, набрать водички, попить, она будет освещена, эта вода. На самом деле можно было и не освещать воду на фильтровальной станции. По словам священнослужителей, вся вода, будь то в реке или же в кране, становится святой 19 января и сохраняет эти свойства в течение трёх дней. На льду прорывается купель и ордань в виде креста. Там служится молебен, и в воду речную погружается крест, вот с теми тропами, которые я сейчас пил, и вода освещается благодатью Божией по молитве священника. Поэтому она освещена по всему миру сразу. Этой водой мы освещаем дома. Мы пьём её, когда хотим справиться с каким-то грехом в себе. Или какой-то, я не знаю, человек испугался чего-то. Он может этой святой водой окропить своё жилище и выпить её с молитвой. И вот, поскольку эта вода настолько имеет большую благодать, и она отгоняет всякую вражескую бесовскую силу. Однако грехи смыть во время крещенского купания нельзя. Перед этим нужно исповедаться. А омовение – это просто традиция, которой следуют православные. Поэтому хочу поздравить всех жителей города Балакова, всех верующих с большим праздником, крещением. Пожелать всем здоровья, удачи, успехов. И, пожалуйста, пейте нашу освещенную водичку, мойтесь, купайтесь. Всех с праздником.